МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря руководству предприятия, заинтересованному в развитии своей территории, в поселке активно развивается социальная сфера. Сегодня здесь функционирует плавательный бассейн, спорткомплекс, каток, лыжная база. В рамках государственно-частного партнерства построены больница, школа и детский сад. Только главный культурный центр поселка – Дом культуры, построенный в 1985 году, в последние годы представлял собой аварийный объект, требующий принятия незамедлительного решения о его дальнейшей судьбе. За годы эксплуатации фасад здания, фойе и другие помещения приобрели ветхий вид. От протеков кровли были повреждены потолок, стены и полы. Оконные рамы прогнили. Разрушились основания стен здания в связи с отсутствием отмостки и гидроизоляции. В 2015 году на основании предписаний надзорных органов Дом культуры был закрыт. Размещаемые в нем учреждения переведены в другие помещения. Впервые вопросы необходимости проведения ремонтных работ обсудили на состоявшемся в 2017 году градостроительном совете под руководством губернатора области Олега Кувшинникова. По итогам градсовета администрации Витегорского муниципального района даны поручения провести обследование несущих конструкций здания, разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Проведенное в том же году обследование показало, что строительные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, но во избежание полной потери здания из-за его быстрого разрушения необходимо проведение капитального ремонта. В 2019 году на средства акционерного общества «Белый ручей» разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Окончательное решение о дальнейшей судьбе Дома культуры принято на состоявшемся в 2019 году градостроительном совете. По решению губернатора области на проведение капитального ремонта здания из областного бюджета выделено 79,5 миллионов рублей. Софинансирование районного бюджета составило порядка 2,5 миллионов рублей. Акционерное общество «Белый ручей» в рамках государственно-частного партнерства на ремонт ДК направило 60 миллионов рублей собственных средств. С июля 2020 года подрядная организация приступила к проведению капитального ремонта здания. Уже в первый год осуществлены демонтажные работы, отремонтирована кровля и чердачные помещения, начат ремонт системы теплоснабжения и отопления. За время ремонтных работ полностью обновлен внешний и внутренний облик здания. Заменена система электросвещения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции. Проведено благоустройство прилегающей территории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Красота такая. Не ожидали мы этого увидеть. Пойдем посмотрим. Удивительный сельский дом культуры. Нельзя его назвать сельским, потому что это один из самых крупных концертных залов, театральных помостков среди вообще всех, наверное, сельских домов культуры, потому что здесь очень глубокая сцена. Самая крупная сцена в Витегорском районе. И, представляете, 6 лет стояли практически брошены, пока мы не начали решение градостроительного совета при поддержке Белого ручья ее реконструкцию. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Буквально несколько лет назад наша школа танцев занималась в не очень подходящих для себя условиях. Но теперь, после капитального ремонта нашего Белоручейского дома культуры, у нас теперь будет самый классный хореографический зал. И все наши выступления будут проходить на замечательной сцене Белоручейского дома культуры. И хочется от всего сердца, от всей души выразить бесконечную благодарность губернатору Вологодской области Кувшинникову Олегу Александровичу и, конечно же, нашему генеральному директору АО Белоручей Лысанову Валентину Матвеевичу за то, что они приложили все свои силы для того, чтобы наша мечта осуществилась. Мы уже 4 года занимаемся в школе танцев «Азарт». И совсем скоро мы переезжаем в этот красивый, чудесный, замечательный, светлый зал. Мы вас ждем на наше выступление. Это не только дом культуры, это дворец культуры, где можно заниматься всем. Мы вместе с девочками ходили в художественную студию. До этого у нас вообще не было места. Мы постоянно ютились в разных маленьких кабинетах, но после ремонта клуба нам выделили отдельный просторный кабинет. И теперь нам есть куда ходить вместе, есть где общаться. В нашей Белоручейской библиотеке более 700 читателей. И я думаю, что теперь в обновленном нашем помещении всем захочется снова подружиться с книгой. Кто еще не был у нас, приходите, пожалуйста. Мы вас очень ждем на наших мероприятиях, на наших встречах интересных. Мне хочется сказать словами писательницы Полины Дашковой, «Любовь к книге не бывает безответной». Спустя шесть лет с момента закрытия Белоручейский дом культуры вновь полностью готов к работе. Новый объект, отвечающий всем стандартам качества, разместил в своих стенах современный концертный зал, помещение для занятия творческой деятельностью, библиотеку и кабинеты детской школы искусств. Теперь это культурный центр поселка, где вновь закипает творческая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова